Вы уже сказали, что вы не любите и не хотели бы кого-то сажать, тем не менее, если бы вы были президентом Украины, кого бы вы посадили в первую очередь? Ну, президент Украины не сажать, начнем с этого, но я бы пособствовал, чтобы система... Ну, кого? Пофамильно можем сказать? Кого надо в Украине посадить? Например, всех сейчас, в первую очередь... Я думаю, что, во-первых, я не считаю, что... Недавно Давид Сахарелец сказал, что мой друг, прокурор Андрейской области, что в Украине, чтобы очистить украинское общество, нужно пересадить 15-20 тысяч человек. Я с ним не согласен. Я не считаю, что это нужно там массово. Он блестящий, он умный, он правильно мыслит, но 15-20 тысяч – это преувеличение. Я думаю, что, если честно, если 20-30 человек пересадить, то все остальные будут жить по праву. Но более того, я считаю, что остальным нужно сказать, что все, что вы сделали до сих пор, также деньги, которые украли, если выкладываете в экономику Украины, то... Неприкосновенно. Нет, ну, по крайней мере, какого-то ограниченного, а мне все может сделать, часть денег нужно вернуть. Все-таки вернуть? Вернуть через экономические инвестиции. Я не считаю, что реалистично их быстро можно вернуть, в любом случае, при любой правиле было сказать. Часть можно вернуть Януковича, деньги есть, там, каких-то зарабежных благах, то можно вернуть. Но часть украдена и спрятана достаточно долгосрочно. А мне нужно, чтобы эти деньги служили людям уже сейчас. Поэтому, если бы они их вложили в экономику Украины, я бы это присутствовал. Я не считаю, что олигархам нужно как бы персонально вычлениться и сказать, что вы все там враги народа. Нет. Если олигарх просто перестанет быть олигархом, то есть человеком, который пытается через свое богатство, опять-таки, быть хозяином жизни и контролировать, как другие должны себя вести. Вот, типа, я там гражданин Саакашвили, я, в том числе, обычный гражданин, какой-то там гражданин, у которого 3 миллиарда, он считает, что он имеет право решать, что мне делать, как я должен думать. Вот этого я не принимаю фундаментально. Он ничем лучше меня. И этого я не приемлю. Но если тот человек просто будет существовать сам себе, будет иметь свои большие особники, но будет платить на них большие налоги, будет вообще платить большие налоги, будет вкладывать деньги в экономику, у меня сам по себе собрались с этим.